Итак, германская новая медицина. На основании наработок и опыта доктора Райка Хаммера мы можем понимать, что все болезни это специальные биологические программы организма, целью которых является выживание и адаптация к перенесению самого конфликта. Каждый орган реагирует по-своему на определенный тип конфликта. Мышцы ног, например, чтобы убежать или вступить в схватку, глаза, уши для того, чтобы слышать, видеть опасность или жертву какую-то, ротовая полость для того, чтобы пережевывать и глотать пищу и так далее. И каждый орган контролируется из определенной части мозга. Если конфликт происходит с участием определенного органа, то в соответствующей части мозга появляется очаг Хаммера, о котором я упомянул в первой части. Эти очаги хорошо видны на компьютерной томографии. Зная все эти моменты, можно с точностью определить поврежденный орган и предшествующий ему конфликт. Все специальные биологические программы проходят автоматически в нашем организме. Это заложено самой природой. Ровно то же самое происходит и в животном и растительном мире. Сами животные тоже переживают страхи, стрессы переживают, у них тоже появляются фобии, но течение самих конфликтов у них происходит очень быстро. То есть животное испугалось, убежало, выжило, опасность миновала, все, оно может расслабиться и продолжать жить дальше. А у человека же включается логика, и он постоянно может переживать в страхе, в стрессе, да. И если его обидели, например, на работе, но туда нужно продолжать ходить, так как другого способа прокормиться нет у него. Но при этом он вынужден терпеть вот эти все неудобства, у него постоянный конфликт. Или ему, например, кто-то пригрозил, найдет, убьет там, да. У него появилась вообще фобия, страх будущего, и он находится в постоянной тревоге и напряжении. Он оглядывается назад, он готов бежать, его мышцы постоянно напряжены, у него сахар повышенный. При этом он имеет даже расстройство желудка, так как организм готов скидывать лишний груз, чтобы легче было убежать. Вроде бы смешно на самом деле, да, но так ведет себя организм на уровне биологических потребностей. Смотрите, сейчас я вам покажу четыре дерева. Вот, вот эта вот картинка. Как вы думаете, какое из них больное и какое нужно спасать? Пять, четыре, три, два, один. Ответ – никакое. Листья – это его специальная биологическая программа, целью которого выжить в разные поры года. Зима, весна, лето, осень, соответственно. Листья, оно скидывает, чтобы не пришлось впитывать в себя воду и не подпитывать их, потому что если вода в дереве останется зимой, то вода замерзнет, и дерево треснет и погибнет. Все. То же самое, кстати, с ягодами калины, например. В мороз ягоды с дерева сладкие, так как дерево, заботясь о своем потомстве, ну, чтобы оно не замерзло, посылает по веткам вот этот вот природный антифриз. Вот его название. И поэтому ягоды сладкие. А если их, ну, если их собирать в мороз? Если вы их соберете раньше, то в морозилке такого эффекта не будет. Ягода будет горькая. Природа заботится о выживании организма самостоятельно. Но лечение можно и не проводить в принципе, но, есть большое но на самом деле. Если фаза конфликта была длительной, то и фаза восстановления будет длительной. Согласно учениям доктора Хаммера, показанного на вот этом графике, длительность обоих фаз равна. То есть вот этот график равен вот этому. Зная, сколько по времени длился сам конфликт, конфликтная фаза, можно определить, сколько будет длиться фаза восстановления. Гипнотерапия, можно сказать, обманывает при этом организм и меняет восприятие конфликта на уровне подсознания. А фаза восстановления будет проходить намного быстрее при этом. Ну, также, как обычно, я хочу вам напомнить, что германская новая медицина не лечит механические травмы, ожоги, отравления ядами или какой-то химией. Только если у человека на фоне нормального его здоровья и состояния появляется какая-то болячка, тогда и соответственно лечим. Также не стоит игнорировать полностью предыдущие рекомендации врачей. Я не имею права отменять какие-либо прописанные вам препараты и лекарства. Только тот, кто выписал, их может отменять. Но по конституции вы имеете полное право выбирать способы и методы своего лечения на свое усмотрение. А на этом видео мы закончим. Все. Всем пока. До следующих видео.